Формирование команды Формирование команды Формирование команды Не то, что вот владельцы, а вот, значит, персонал. И это между ними пропасть никогда непреодолимая. Вот одна семья. Ну, люди подбирают, наверное, так. Конечно, трудно. Конечно, персонал – это сейчас самая проблемная зона наших отечественных ресторанов. Но работает. А вот в Винценте, например, был случай, где я считаю, что это вообще недопустимо. То есть мы приходим... Причем я понимаю, что это не вина владельцев, это беда просто владельцев. Недостаток, видимо, квалифицированного персонала. Мы входим в заведение, и я слышал о нем, наоборот, очень много хороших слов. Большое количество свободных столов. Вообще не очень много народу было, но время еще такое. На половине из них надпись «Резерв, резерв, резерв, резерв». А нас шесть человек. И встречает там официантка. И мы говорим, вот у нас шесть человек, столики по четыре. Он говорит, знаете, все зарезервировано. Ну, вот это, а вот сдвинуть, вы знаете, зарезервировано. Ну, куда-нибудь нас посадите, шесть человек. Знаете, пожалуй, некуда вас посадить, шесть человек. И не приди мы специально с целью, что нам надо там дальше кухню попробовать, там, оценивать. Ну, просто развернулись и ушли. То есть официантка вот этим, ну, что? Ну, нет, ну, а что вы хотите? Нет у нас возможности вас посадить при пустом зале. Все. Потеряло реально шесть гостей, которые пришли отдать ей деньги. Ну, это просто такой анти-клиентно-ориентированный сервис называется. Причем любое, мы потом все-таки сели, заставили их сдвинуть, сели. Час мы сидели, хоть бы кто-нибудь пришел бы на наши зарезервированные столы. Ну, то есть такой бред. Я вчера представителям ресторана, уже пока, когда мы это обсуждали, я им говорю, что вот таких людей раньше, вот таких, пароли на конюшне. Понимаете? Потому что, ну, она вам реально вредит. Вредит. Вот после этого не хочется заходить в ресторан. Сейчас, слава богу, не 81-й год, когда некуда было попасть. Поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok